Через свое воплощение Господь стал в ближайшее отношение к человеку. Дивно, сам Бог соединен в одно лицо с человеком. Бог стал плотью. Бог сам вкушал нашу плотскую пищу и пил наше питье. Возлежал в ясных, обитал в доме. Невместимый небесами, ходил стопами по земле, по воде, по воздуху. Он пригласился к древу, который ни на чем повесил землю словом своим. Вся земля, вода и воздух, все освящено вычеловечившимся Сыном Божиим. Потому-то любезна для него земля – это временное жилище человека. Это гостиница рода человеческого. Это место обитания его между людьми. Но особенно любезны для него сами люди, кое душу и тело он принял в единство своего лица. И особенно истинные христиане. Он в них, и они в нем. Что всего в ожделении для человека? Избежание греха, оставление и прощение грехов, истяжание святости. Почему? Потому что грехи, как, например, гордое, злое, обхождение с ближними, злая мнительность, либо стяжание, скупость, зависть и прочее, разлучают нас с Богом. Источником жизни удаляют от общения с людьми и повергают нас в смерть духовную. А кроткое, смиренное, незлойливое обращение со всеми, даже с врагами нашими, простесердечие, нестяжательность, довольство малым и необходимым, щедрость ко всякому, добра, желательство и другие добродетельные поступки соединяют нас с Богом, источником жизни, и людям делают любезными. Даруй, любо Господи, совершенно избежать грехов, выработать привычку же всякой добродетели по всякой благодати. Ей, Владыка Господи, без Тебя не можем творить и ничего. Когда врагу не удастся запнуть христианина на пути спасения скорбями и теснотами, бедностью и разными другими лишениями, болезнями и разными напастями, он бросается в другую крайность. Он борет его самым здоровьем, покоем, нервою, расслаблением сердечным, душевным нечувствием благ духовных или богатством жизни внешней. О, как опасно то последнее состояние. Оно опаснее первого состояния, состояние скорби и тесноты, состояние болезни и прочее. Тут легко мы забываем Бога, перестаем чувствовать Его милости, греблем и спим духовно. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Евангелие от Матфея написано. А в скорбях мы невольно постоянно обращаемся к Богу за спасением, постоянно чувствуем, постоянно чувствуем, что Бог есть Бог спасения наших, Бог спасатель, что Он наш, наша жизнь, наше дыхание, наш свет, наша крепость. Таким образом, христианину лучше жить в каких-либо скорбях. Как свет, воздух и вода находятся вместе и взаимно проникают друг в друга, и при том не сливаются, но каждый остается тем, что оно есть. Свет светом, воздух воздухом, вода водою, сохраняя вполне свои единичные свойства. А существо, составляя одно вещество, так некоторым образом и лица при Божественной Троице находятся всегда вместе и не разделяются друг от друга. Отец в Сыне, и Сын в Отце, и Дух Святый, от Отца исходя, в Сыне почивает, но в то же время каждое лицо остается с личными свойствами своими. Бог Отец не рожден, не сотворен, не исходящ, Сын рожден, Дух Святый исходен от Отца, а существо у трех лиц одно, Божественное, простое существо. Это подобие основывается на словах самого Господа нашего Иисуса Христа, который себя называет Светом Мира. А о Духе Святом говорит, уподобляя Его в действиях водяной стихии, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут и реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Евангелие от Яна. Уподобляя также воздуху или ветру. Христос говорит, Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Для Господа дать плоть другому, какому угодно существу, животному ли, растению ли, то же, что для нас, сшить, надеть на себя одежду. Взял, сшил, да и надел. У Иова написано, кожу и плотью одел Меня, костьми и жилами скрепил Меня. А какое бесконечное множество и разнообразие вещества Того Господа, из которого Он, Зиждитель, творит разные одежды, на разные покрой тварям Своим, животные, птицы, рыбы, насекомые, присмыкающиеся. А нас Он оденет некогда светом, якосолнечным царствием Своем. Праведницы просветятся, как солнце. А теперь мы одеты землею, водою, воздухом, теплотою. Такова наша одежда. И как премудрые и удобно сделаны и приведены в сочетании все эти стихии в нашем существе. Оно и не тяжело, и благообразно. О, премудрый и всемогущий художник, животворящий художник, как у Тебя все прекрасно, удобно, оживленно. У Тебя и прах оживлен, у Тебя и прах движется. Аминь. Божьей милости и любви кому-то вечны.